Взгляд известный русским весельчак Л. Известный русским весельчак 14 апреля 2019 года 11 часов фото Государственный исторический музей Слеш Wikipedia.org 14 апреля 1744 года По некоторым сведениям 1745 года родился Денис Фанвизин, создавший русскую бытовую комедию Не хочу учиться, хочу жениться И многие другие мемы его пера дела История Фанвизина очень не очень русская Надобно отречься вовсе от общего смысла истины Писал он своему другу и покровителю из Франции Если сказать, что нет здесь весьма много Чрезвычайно хорошего и подражания достойного Все сие, однако ж, не ослепляет меня до того Чтоб не видеть здесь столько же, или и больше Совершенно дурного и такого, от чего нас Божий избавит 14 апреля 1744 года По некоторым сведениям 1745 года родился Денис Иванович Фанвизин Сатирик и публицист, создатель русской бытовой комедии Один из самых ярких представителей русского просвещения Все эти сухие определения из энциклопедии Безусловно, правда Фанвизин переводил Хальберга и Вольтера Составлял памятные записки и рассуждения для графа Никиты Ивановича Панина и его воспитанника Будущего императора Павла Ай Собирался издавать собственный журнал Но не получил на это высочайшего позволения История Фанвизина История очень и очень русская Потомок немца, попавшего в плен во время Ливонской войны Да так и оставшегося в России Он вслед за отцом стал писать совместно Фанвизина Фанвизином, на русский манер Не забудь Фанвизина писать Фанвизин Наставлял Пушкин брата в одном из писем Что он за нехрист? Он русский, из перерусских русский Да вот только написание это прижилось лишь в 19 столетии Еще Павиземский в биографии называет героя своего Фанвизином Вместе с братом отданы в университетскую гимназию И показавший замечательные успехи За что в 1760 году был отправлен в Петербург Для представления основателя университета Графу Ивану Шувалову Фанвизин в автобиографии Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях С величайшей самоиронией рассказывает Как получил в гимназии медаль за честно сказанное Не знаю, после того, как двое его соучеников грубейше ошиблись Ошибка, к слову, касалась географии Не дворянской науки Как позднее скажет героиня недоросля Фанвизин служит переводчиком в иностранной коллегии Но продвижение по службе и место секретаря Графа Панина обеспечит ему не столько рвение в делах Сколько любовь к театру и собственный опыт в драматургии Комедия «Бригадир», которую он с большим успехом читает в Петербурге Его даже приглашают в Петергоф читать для императрицы Екатерины И государыня милостиво изволит смеяться Высочайшее расположение, впрочем, не облегчит Фанвизину ни постановку второй комедии Недоросль, ни издание собрания своих сочинений Екатерина запретит печатать подготовленные пять томов Среди причин немилостей императрицы называют излишнюю сатирическую остроту И то, что Фанвизин сблизился с кругами, состоявшими в оппозиции к Екатерине За преклонение перед ней он немало гневался на французских философов-просветителей Которым был обязан и взглядами своими, и во многом творческим методом И даже простую писательскую зависть Екатерина Де, сама писавшая комедии Сочла Фанвизина опасным соперником в этом жанре Дело, однако, не в причине Быть обласканным властью, чтобы после претерпеть от нее Это тоже история очень русская Да что там, очень человеческая Не случайно в рассуждении о непременных государственных законах Составленном для наследника престола по поручению графа Панина Фанвизин говорит не только о верховенстве закона Единого и для монарха, и для его подданных Но и о том, что главное для облеченного властью Помнить, что он человек, и что правит он людьми Он должен знать, пишет Фанвизина Государьи, что нация, жертвой Честью естественной своей вольности, вручила свое благо Его попечению, его правосудию, его достоинству, что он отвечает За поведение тех, кому вручает дел правления, и что, следственно, Их преступления, им терпимые, становятся его преступлениями Но все-таки этого замечательного публициста, философа, автора Не столько мемуаров, сколько исповеди в манере любимого им Руссо Лучше всего знают как комедиографа, прежде всего автора недоросля «Умри теперь, Денис, или хоть больше ничего уже не пиши Имя твое бессмертно будет по этой одной пьесе», якобы сказал Фанвизину После премьеры Григорий Потемкин Скорее всего, этот литературный анекдот, который впервые Приводят в своей статье «Друг Фанвизина и первый исполнитель Роли Стародуума», актер Иван Дмитриевский Действительности не соответствует Потемкина не было в Петербурге во время премьеры Да и не слишком он благоволил Фанвизину, чтобы такое и сказать Но то, что недоросль стал частью не только русской Литературы, но и самого воздуха, которым мы дышим Бесспорно. Он разошелся на цитаты, растворился в повседневном языке И мало кто, произнося вечное «Не хочу учиться, хочу жениться» Успевает задуматься, что цитирует Фанвизина А кроме того, у комедии Фанвизина есть еще одно безусловное достоинство Они смешные Нравоучительные рассуждения устаревают Но пристальное и непосредственное наблюдение за человеческой природой позволяет нам все так же смеяться над Иваном Помешанным на всем французском Ижеманной советницей из бригадира Над Простоковой и Скотининым Над Митрофаном Недорзелем Хороши мы Восклицает Простоков Пойман и правдинным И то сказать Хороши как живые Охо Умение Фанвизина наблюдать жизнь Лежит в основе и сатиры его И философии Люди Писал он по и Панину из Франции Везде люди Прямо умный и достойный человек везде редок И в нашем Отечестве Как неплохо иногда в нем бывает Можно, однако Быть столько же счастливу Сколько и во всякой другой земле Если совесть спокойна и разум правит воображением А не воображение разумом Рецепт старинный Но достойное внимания